Приветствую! Вы на канале Звёздный Суцуум. В этом видео. Его младшему сыну нет ещё и года, а старший утонул в долгах. Как будет жить семья Бориса Грачевского без него? Итак, к новостям. К сожалению, середину января этого года омрачила печальная весть. Ушёл из жизни создатель легендарного телевизионного журнала «Яролаж» Борис Грачевский. Коронавирусная эпидемия коварна, и он был в группе риска. В конце декабря Борис Грачевский был госпитализирован. К сожалению, он слишком поздно обратился к врачам, ведь ещё несколько лет назад ему поставили диагноз онкология. Борис Юрьевич оказался в тяжёлом положении. Уже в канун Рождества он разослал самым близким и друзьям ту самую легендарную заставку, которая возникает в конце каждого выпуска журнала. Красноречивая надпись «Всё». Наследство художественного руководителя неоднозначно. Парадокс в том, что, казалось бы, успешное дело в последние годы приносило меньше прибыли. А в этом году государство вовсе не выделило финансирования. Но команда киножурнала во главе с продюсером пообещали продолжать дело Бориса Грачевского как минимум ещё два года. Вся недвижимость режиссёра была отдана двум предыдущим семьям. Так ещё и случилось горе. Бизнес старшего сына Бориса Юрьевича прогорел. По информации из открытых источников, мужчина должен банком около миллиарда рублей. Однако самое печальное не это. Его младший сын Филипп, которому ещё не исполнилось и года, судьбы больше никогда не сможет увидеть отца вживую. Сейчас малыш живёт со своей мамой, вдовой Екатериной Белоцерковской. Именно ей достанется половина наследства, а остальная часть будет поделена между другими членами семьи. Светлая память. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.